Теперь перейдем к авторизации. Авторизация базируется в основном на сессии. Клиент, пользователь представляется каким-то образом системе, система берет его сессию, анализирует те флажки, которые заданы с ее стороны для этого пользователя, для этого когда-то залогиненного пользователя. То есть что пользователь может делать внутри системы, а что не может. На каких этапах здесь могут возникать ошибки? Какие этапы стоит просмотреть, как они реализованы в сети? Первое – это ошибки создания сессии. То есть то, каким образом мы создаем эту самую сессионную информацию, точнее сессионный идентификатор. Второе – это ошибки валидации. Как мы это дело проверяем? И третье – то есть как мы выбираем на базе этого идентификатора роли пользователя. И третье – это ошибки хранения. Как мы сохраняем этот идентификатор, где, на какой стороне, куда помещаем? Давайте рассмотрим ряд ошибок, связанных с созданием сессионных идентификаторов. И для начала давайте поймем такую простую вещь, что если злоумышленник может для данного конкретного пользователя, зная, когда данный конкретный пользователь зашел, его логин, не зная паролем, может сам создать, зная алгоритм генерации этих идентификаторов, сам создать себе идентификатор и им персонифицировать себя этим пользователем, то схема генерации идентификаторов стоит, мягко говоря, переработать. Какие ошибки допускают разработчики со своей стороны при генерации сессий? Во-первых, хотелось бы отметить следующий сценарий. Это random seed от константы. То есть мы инициализируем генератор случайных чисел, мы генерим сессию на базе генератора псевдослучайных чисел. Инициализируем его некой константой, затем берем session равно md5, ну или какой-нибудь хэш-функция, как-то не преобразуем в законченную строчку, от функции rand. То есть берем rand, по сути дела, и ставим его в качестве сессионного идентификатора. В константы самый такой тупой случай, это когда в качестве константы используется действительно константа. Думаю, вы понимаете, что в данном случае для всех пользователей будет один и тот же идентификатор. В качестве константа, может быть, разработчики часто это тоже понимают, хвала создателю. Поэтому в качестве константы берут нечто связанное с пользователем. Вот возьмем логин и проинициализируем логином наш генератор псевдослучайных чисел. Тогда, конечно, для каждого пользователя будет разный рандом, первым выдастся. Но он один и тот же в рамках этого пользователя, и б, злоумышленнику легко будет его самому получить. Затем могут взять разные вещи типа текущего таймстампа, что тоже позволяет злоумышленнику взять всем возможным таймстампом и посмотреть, можно ли под этой сессией зайти в аккаунт или нельзя. То есть использование константы для инициализации псевдослучайной последовательности, на базе которой генерируется сессионный идентификатор, это жесткое нет. Второе, что любят делать, это зачем-то использовать данные для должности, а просто данные, соединенные вместе относительно этого пользователя. Вот в данном случае на слайдике показывается ситуация, взял из реальной жизни. Вы не поверите, вот действительно взял из реальной жизни. Один из товарищей решил сделать так. bs64 от user.login плюс date равно двоеточие date. Разработчик считал, что это безопасно, поскольку параметр date постоянно меняется. Злоумышленнику не стоит ничего взять, зная схему реализации сессии, а он ее знает, поскольку он получает ее в cookies, взять эту дату и прогнать сразу несколько идентификаторов в то время, дату на несколько идентификаторов взять, примерно представив, в какое время пользователь залогинился. Один из них сработает. Это, естественно, тоже нельзя. Следующее, что это генерация сессии на базе пароля. Чем это плохо? Ну, как сессия, это, в принципе, хорошо. Злоумышленнику нужно знать пароль, чтобы сгенерировать сессию. Но если он знает пароль, он может просто залогиниться. С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, представим, что будет, если у нас есть какая-то XSS. В этом случае мы поделимся с злоумышленниками. Получит при реализации этой стратегии воровства сессии, злоумышленник получит не просто некий абстрактный дентрификатор, которым он может вредно имперсонифицироваться в системе, а он получит хэш, восстановив который он получит пароль по пользователю. Один из наших очень известных проектов российских. Как раз какое-то время назад такую ошибку допустил, после чего они все это дело у себя переделали. Следующий вариант — это использование для генерации сессионного идентификатора некого таймстампа плюс локальный пароль пользователя. В этом случае, получив опять же этот хэш путем XSS, тоже это не секьюрно, это тоже можно восстановить. То есть таймстамп можно примерно представить, пароль можно взять по словарику. Да, у нас займет это гораздо больше времени, но это все равно вычислительно реализуемо. И, наконец, следующее, что можно сделать, это зашифровать пользовательские данные посредством какого-то алгоритма шифрования. Не обязательно самому придумать. Можно взять пользовательские данные, зашифровать их и использовать в качестве сессии. Во-первых, они будут всегда одинаковые. Во-вторых, даже если использовать части данных с пользователя, которые различаются, например, тот же самый date, злоумышленник, получив каким-то образом доступ к секретному ключу, на базе которого осуществляется это шифрование, может это дело расшифровать и, опять же, использовать каждый раз свой подставной идентификатор. То есть злоумышленник, зная пользовательские данные и зная ключ к шифрованию, может каждый раз эти самые пользовательские данные шифровать и создавать сессию. Правильный алгоритм генерации сессионной информации никак не связан с пользовательскими данными. Он связан с случайным, как можно более случайным числом, как можно более случайной величиной и на серверной стороне ставится привязка этот идентификатор, этот пользователь. Без всяких способов, которые используют пользовательские данные для проверки валидности этого идентификатора. Во время передачи какие могут быть проблемы с передачей этой самой сессии сессионного идентификатора. Во-первых, это передача сессионного идентификатора по get-методу. А помните, мы на предыдущем занятии обсуждали атаку типа фиксации сессии. Вот сессию зафиксировать можно, в том числе и передав get-методом, параметр, параметр session. А помимо этого, эти запросы попадают в логи, то есть злоумышленник, получив доступ в логи, получает доступ к сессиям. Эти ссылки попадают в кэш-поиска. То есть поискав по интернету, у нас есть некая система, поискав там сайт, Google, возьмем Google. Сайт, интересующий наш сайт. Мы далее знаем идентификатор сессионный, вводим inurl, далее название идентификатора сессиона. Вот в данном случае мы ищем сайт, двоеточие, сам сайт.ком inurl, двоеточие, сесс. Enter. И мы получаем ссылки, ведущие прямиком в аккаунты различных пользователей. Следующее, где это будет, это реферы. То есть у злоумышленника есть возможность разместить какую-то картинку своего хостинга. Злоумышленник это делает и получает в своем хостинге, в логах своего хостинга, запросы там get такой-то, реферы, двоеточие, и далее спокойный идентификатор пользователя. То есть злоумышленник таким образом получает доступ к любому аккаунту того человека, который просмотрел эту картинку, загрузился, образовывал эту картинку. Естественно, это неправильно. Сетевые вещи, более такие углубленные сетевые вещи. Переход с HTTPS к HTTP. Если у злоумышленника есть возможность перехватывать данные на сетевом уровне, и если сайт одинаково работает как HTTPS, так и HTTP, то есть если для куки с идентификатором сессии не выставлен флажок Secure, и сайт полностью отрабатывает на HTTP, у злоумышленника есть возможность просто заблокировать, перенаправить трафик пользователя через себя, просто заблокировать HTTPS, либо же подставить линки на HTTP. И пользователь сам не заметит, как перейдется HTTPS на HTTP, где уже злоумышленник перехватит эту самую сессию. Продолжение следует... Продолжение следует...